Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем чтение книги пророка Исаии. На очереди 54 глава. Она небольшая, и вся она такая торжественная. Начинается же эта глава так. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь». Здесь используются традиционные для Библии образы, женские образы жены неплодной, с одной стороны, и другой образ женщины, оставленной мужем. Дальше она будет названа «Вдовой». Вот эти образы здесь прилагаются, конечно же, к израильскому народу. Вот этот стих цитируется в Новом Завете. Его цитирует апостол Павел в своем послании христианам Галатии. В послании Галатам, 4 главе, 27 стихе, цитирует и прилагает к церкви. Здесь говорится у Павла в послании Галатам о Новом Иерусалиме, то есть о церкви. Церковь – это Новый Иерусалим, и вот к нему как раз, к этому образу Нового Иерусалима, церкви, прилагаются вот эти слова Исаии, которые мы только что прочли. Первый стих, 54 главы. А вроде бы она, Израиль, она, женщина, женский образ используется, была покинута своим мужем, то есть Господом, и была неплодно покинута. А вот теперь у нее будет гораздо больше детей, чем у непокинутой. И она вновь будет воспринята Господом. Господь вновь распрострет к ней свои объятия, к своей непутевой жене. Непутевой, но уже прощенной. Книга «Утешение» – так называет второй раздел книги Исаии, охватывающий главы с 40 по 55 включительно. И вот эти утешения здесь, подобные утешения мы слышали не раз, здесь они продолжаются. Дальше, во втором стихе, продолжается обращение к ней же, к Иерусалиму, к Израилю, которые предстают в женских образах. Израильский народ в образе женщины. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди коля твои. Шатер, обиталище, дом вновь будет у этой женщины, в образе которой представлен Израиль. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами, и населит опустошенные города. Города, опустошенные ассирийцами, вавилонянами, вновь будут заселены. И вновь, как когда-то, ведь и книжей Моисеевым было сказано, «Посмотри к северу, к югу, к востоку, к западу и охвати взглядом пределы твои великие». Вот так же и здесь распространишься направо и налево, и к западу, и к востоку. «Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь поруганий». Стыд и поругание. Женщине, которая покинута, муж, который дал разводное письмо, она оставлена своим мужем. Также бесплодной женщины, бесплодной женщины в те времена ее отношение к ней было уничижающим. Она была в поругании, в посрамлении, потому что считалось, что она наказана Богом. Но удивительным образом в Священном Писании Ветхого Завета именно на неплодных женщин Господь обращает внимание и дает им великое благословение. Вспомним хотя бы ту же Сару или Рахиль или Ханну, мать пророка Самуила и много других примеров. Вот говорится здесь, что она не должна больше стыдиться, смущаться, быть в поругании, потому что ей нечего больше стыдиться. Господь ее простил, и у нее будет много чад. Израильский народ размножится, расплодится и населит землю, обетованную ему Богом. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Юности, вдовство, здесь как бы образ раздваивается. Юное, но бесплодное, вдова, покинутая мужем. Как бы раздваивается тот образ женский. В этом образе представляется израильский народ. Вот. И то, и другое. Ну, для поэзии это характерно, для еврейской поэзии не является исключением, когда один образ переходит в другой незаметно. Ибо твой Творец есть супруг твой. Вот. Продолжается эта метафора супружеская. Она очень яркая, эта метафора. Она многократно представлена в Священном Писании. Вспомним Осию, вспомним Езекииля. Вот и здесь тоже Господь, Бог, Творец. Он супруг Израиля. А Израиль его неверная жена. Но вот теперь она прощена и будет впредь ему верна. Господь Савауф, имя его. Господь воинствен, Господь Саваот. Тетрограмма плюс Саваот. Это его имя. Искупитель твой, Святой Израилев. И вновь называется Искупителем Господь Бог Израилев Гоэль. Он искупает свой народ из Вавилонского изгнания, из Вавилонского плена, рабства и возвращает его в обетованную ему землю. Богом всей земли назовется он не только уже Богом Израилевым, но все народы признают его своим Богом и будет называться он Богом всей земли. Наступит время, когда отбросят своих железных, золотых и деревянных, каменных идолов люди и устремятся к единому Богу, к Богу Израиля. И на всей земле будет единобожие. Вот это Царство Божие, которое грядет, которое мы ожидаем, оно уже провозглашено Христом. И сегодня большинство населения земли уже монотеисты, а не полиотеисты, как это было во времена, когда писались эти строки. И вот здесь предвозвещается это заря нового мира, заря Царства Божьего. А во всей силе громогласно провозгласит его, спустя несколько веков, провозгласит Мессия, Господь Иисус, грядущее Царство Божие. И благодаря проповеди Христа многие народы пришли к единобожию, и больше мы не поклоняемся изделиям рук наших, не почитаем ложных благов, очтим единого истинного Бога. Вот согласно этому пророчеству, ну, пророчество продолжает исполняться, и наступит тот светлый день, когда Господь Бог, святой Израилев, будет Богом всей земли, всех людей, каждого человека. Шестой стих. Ибо как жену, оставленную скорбящую духом, призывает тебя Господь, вновь обращение к израильскому народу, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. Перекликаются эти слова со второй главой книги пророка Осии, где тоже говорится о юности Израиля. Господь увлекает ее вновь в пустыню, говорит к сердцу ее, прощает ее, ищет ее расположение и пытается ее вернуть, потому что Господь, несмотря на все, несмотря на все измены этой своей жены неверной, жены юности, Он продолжает ее любить и ожидает ее возвращения, обращения. Духовные прелюбодеяния многобожие, идолопоклонство, этими прелюбодеяниями была наполнена история Израиля, но Господь все равно любит его. Ради завета с правоцами, с патриархами, с Авраамом, Исааком, Иаковом, Господь ради имени своего, ради этого завета вечного, и ради завета с Давидом, который мы прочтем в следующей главе, 55 Исаии, Господь продолжает хранить верность этому завету и ради этого завета милует и спасает свой народ от вавилонского рабства и вообще от всех бедствий и от всех скорбей и грехов освобождает. Седьмой стих. «На малое время я оставил тебя, но с великою милостью воспряму тебя». Какое, казалось бы, малое время? 70 лет вавилонского плена. Несколько поколений родились, выросли там, в Вавилоне. Какое же это малое время? Ну, у Бога один день, как тысяча лет, и история великого народа продолжается. Скорбь заканчивается, наступает радость, заканчивается плен, наступает время свободы. И это малое время было временем испытания, необходимым для того, чтобы народ избавился от идолопоклонства, от многобожия, и от великого вот этого духовного прелюбодеяния, в котором он оказался накануне этого самого вавилонского рабства, впав, выдало поклонство им многобожие. «На малое время я оставил тебя, но с великою милостью воспряму тебя». Господь, он долготерпеливый, он многомилостивый, он рав хэсет, он эрэхапаем. Прилагаются к нему множество определений. Вот он здесь говорит, что Господь сам говорит, это прямая речь Господа, что с великой милостью воспримет свой народ. Словно муж воспринимает возвращающуюся к нему, прощает возвращающуюся к нему неверную жену. «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». Вновь Господь назван Искупителем уже второй раз в этой главе, и уж как в который раз в этом разделе книги Исаии Господь называется Искупителем. Гоэль, это и Мститель за кровь, и тот, кто выкупает из рабства своего родственника, согласно Пятикнижу. И здесь сам Господь, Бог, Творцом он назван, Господом Цивоотом, Он искупает Израиля, Он искупитель, искупает, выкупает из рабства. Как когда-то из египетского рабства были выкуплены израильтяне, выкуп за них Господь истребил первенцев египетских. Вот так же здесь из Вавилонского рабства искупаются израильтяне, и совершается как бы второй новый исход. И милость Господня, она вечно, в отличие от его гнева. Гнев на время. Нужен этот гнев, нужно это наказание для исправления. Наказать – это значит наставить, исправить, научить. Горький опыт народа, опыт рабства, опыт плена научил Израиль многому. Он исцелился от этого вечного своего искушения и дал поклонствам и многобожиим. И вот милость его, Господа, она вечна, здесь эта милость называется вечной, и он помилует свой народ. Ибо это для меня как воды Ноя. Что это? Ну вот, это обетование, что Господь будет теперь вечно миловать свой народ и больше не накажет его, потому что уже полнота наказания, мера наказания, она исполнена. Как воды Ноя, речь вот о потопе, описанном в первых главах в книге «Бытия», 6-я, 7-я, 8-я главы. И вот здесь также тогда Господь поклялся, что воды потопа больше не погубят человечество. И мы знаем из книги Апокалипсиса Иоанна, что земля и все дела на ней сгорят, не потоплены будут водой, а сгорят и очистятся в огне. А вот воды потопа Господь больше не наведет на всех обитателей земли. Региональные потопы они, конечно, были, затопления, подтопления были и продолжают, имеют место и сейчас. Вот, каждый год происходит. Но такого глобального потопа, какое было во времена, Ноя, его больше не будет. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Продолжает Господь свою речь к израильскому народу. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Завет мира непоколебимый и несокрушимый мир. Этот завет Господень, этот берит шалом, завет мира, он непоколебим. Как легко люди нарушают свои мирные договора. Как легко народ начинает войну против другого народа. И ничего не стоят все эти обещания, международные договора, которые заключают народы между собой, они нарушаются вмиг, внезапно, ради каких-то человеческих амбиций. А вот Господень мир, его завет мира, его божественный договор с людьми, он вечен, он непоколебим и несокрушим. Скорее, рассыплются горы, самые высокие из них, Эверес, например, или Альбрус, или Монтероза, или Монблан. Самые великие горы сокрушатся, рассыплются. А вот мир Господень, завет мира Господа с людьми, с израильским народом в данном случае, о нем идет речь, он непоколебим и несокрушим. Как несокрушим и Новый Завет Бога со всем уже человечеством. Новый Завет, провозглашенный в книге пророка Иеремии, но говорится о нем и в других книгах, конечно, Ветхого Завета и, безусловно, бесспорно, говорится в текстах новозаветных корпус наших христианских писаний, прилагаемый к единому корпусу библейских книг, так и называется Новый Завет, Брит Ахадаша. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Прямая речь Господа к израильскому народу. Продолжается эта речь в 11 стихе. «Обитаемая бурью безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин и всю ограду твою из драгоценных камней». Восстановится этот город, этот обитаемый град Божий, он будет восстановлен и никакие уже бури будут ему не страшны и будет утешение вместо безутешности и не будет уже израильский народ бедным, бросаемым бурью, он будет утешен Господом». Книга «Утешение» так и называет, начинается в 40 глава «Утешайте, утешайте народ мой». И вот продолжает утешать автор, продолжает утешать израильский народ по повелению Господа. Передает божественное слово, слово утешения этому народу. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». Вот этот мир, это новое бытие, это новое состояние израильского народа, да и всего человечества вслед за израильским народом, это будет мир. Не будет больше войны, вообще люди не будут учиться воевать, перекуют мечи наорала, как сказано в первом разделе Исаии, не будут более учиться воевать, сбудется вековечная мечта всего человечества. Будет мир всех народов с Богом, а значит будет мир и народов между собой. И вот этот новый мир, мир как олам, как обитаемая вселенная, и мир как состояние, как шалом, это все будет. Миру мир, говорили в предыдущих поколениях советских, был очень важный лозунг, висел на каждом доме, сегодня, к сожалению, эти лозунги сдирают, советские еще лозунги срываются домов, в такие вот мы живем времена, но это все равно остается мечтой человечества, и нашего народа тоже, чтобы мир был между народами, чтобы народы наконец-то перестали враждовать друг с другом, воевать один против другого и порабощать, чтобы перестал один народ другой. И вот этот мир наступит, этот будет Божий мир непоколебимый, несокрушимый, да, как здесь камни, рубины, сапфиры, ворота твои, жемчужины, будет прекрасный новый мир, мир, миру мир, то есть шалом, леолам, всему миру будет провозглашен мир, ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, угнетения никакого не будет, никто больше не будет оборабощать народ Божий, и народ утвердится правдою, правда, правосудие, суд, справедливость, все это, можно, все это, все эти понятия включают в себя термин цдока, правдами, правосудие, справедливость, и вот эти два понятия, мир, шалом, и правда, цдока, они очень часто идут в паре, правда и мир, облабы застыся, часто одно сопровождает, ну, всегда, вернее, одно сопровождает другое, и в поэтических текстах, в священном тексте, часто они вместе идут парно-парно, так вот, утвердится правду, не будет угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе, вспомним 90-й псалом, у евреев 91-й, что ничто тебя не устрашит, на аспиды и василиска наступишь, и поперять будешь льва и дракона, ужасы никакие ночные, все ходящее во тьме, никакого ужаса не будет, а чего можно ужасаться, если во всем мире будет царить мир, вот будут вооружаться, дальше курсием против тебя, этих слов нет в юридском тексте, будут вооружаться, но не от меня, ибо кто бы не вооружился против тебя, падет, бесполезно и бессмысленно гонка вооружений, в том числе ядерных, Господь одним мановением уничтожит все арсеналы человеческого оружия, и против рабов Божьих, против народа Божия, никто вооружающийся против него не устоит, он падет, вместе со всем своим жалким оружием, потому что где Господь, там правда, то есть справедливость, и там мир и милость Божья, а все, кто враждует против правды, против мира, они сами будут поражены, и нечего им вооружаться, никакие вооружения не способны сокрушить эту божественную защиту, которой Господь, которой Господь ограждает свой народ. Вот я сотворил, дальше 16 стих, Господь продолжает свою речь, вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудия для своего дела, и я творю губителя для истребления. Этот губитель, он уже не для истребления Божьего народа, не для его наказания, а для истребления тех, кто вооружается против Божьего народа. Вот этот губитель, он будет истреблен, продолжается мысль, содержащаяся в предыдущем 15 стихе. Господь сотворил кузнеца, и все искусства, человеческие они даны Богом. Господь научает человека, в том числе кузнечному ремеслу, в том числе выплавлять медь и железо, и дамасскую сталь. Всему этому научает Господь. И все умения человека, все, чем человек овладевает своей жизнью, все это дано от Господа. Господь дал человеку разум, сотворил его по образу своему и подобию, и человек может производить что-то. То, чего лишены животные, а вот человеку, он уподобляется Богу, он несет в себе Божьи образы, Божьи подобия, кацалмену, кедмутену. Вспомним это выражение книги Бытия. И вот каждый человек здесь в пример поставлен кузнец, который сдувает угли в огне и производит орудия для своего дела. Вот так же Господь, он словно кузнец, творит губителя для истребления. Кузнец может и чаще всего он что производит? Вовсе не плуги, не садовые ножницы, а орудия для истребления других людей. А вот Господь так же творит губителя для истребления. Но это истребление истребителя. Кто раньше истреблял людей, орудия свои истребительные в их отношении применял, он сам будет истреблен. Ни одно орудие, сделанное против тебя, то есть против израильского народа, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Тяжба Израиля с народами, часто об этом говорится у пророков, и Израиль будет состязаться с народами на суде и их обвинит. Но здесь, конечно же, содержится эсхатологическое пророчество о том, что народ Божий составленный изо всех народов, ну, дальше, в следующей главе мы об этом тоже прочтем, что народ Божий будет составлен изо всех народов, и все народы присоединятся к израильскому народу, в едином истинном богопочитании, оставят свое долопоклонство и многобожие, будут составлять с израильским народом единый истинный Божий народ, так вот, и этот Божий народ, составленный в эсхатологической перспективе всех народов, уже его ничто не одолеет, ни одно орудие, никаких поработителей, гонителей, ничего не сможет с ним сделать, врата ада не одолеют церкви, сказал Христос, вот и здесь и на суде, и в экзистенциальной битве народ, Господень, он не одолим никакими врагами, это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь, народ Господа, в данном случае, израильский народ, в эсхатологической перспективе, единый народ Божий, состоящий и из Израиля, и из язычников, спасенных Богом и присоединенных к избранному израильскому народу, единый Божий народ, он будет оправдан и будет наследием Господа. На этом заканчивается 54 глава книги Исаии, запись делается для библейского портала Экзегет. Продолжение следует...